Довольно знаковая сессия Как уже писал, с завидной активностью человек временно назначенный управлять нашим городом Андрей Петрович Фисак вынес на сегодняшней сессии вопрос о досрочном прекращении полномочий секретаря городского совета. Которого обвиняют во всех грехах, включая зеленку. Пропоную включить до порядка длинного питания про досрочное прекращение полномочий секретаря городского совета. Пожалуйста, будем говорить о данном оппозиции. Ставлю на ласкувание пропозиции, что доключение до порядка длинного питания. Пожалуйста, проводим на ласкувание. Так я отразил в своем проекте решение. Все косяки всех своих замов возложил все на Александра Саюка. Но даже человеку далекому от структуры исполкома видно, что Андрей Петрович попытался впихнуть невпихуемое. Руководствуясь только лично и неприездным к человеку, который не боится указать ему на недоработки и ошибки. То есть в команде, но не в подтанцовке. Что неприемлемо. Лучше б Базилюк или Чиков или какой-нибудь другой кум. Уверен, что такое решение принято пока еще городским головой не самостоятельно. И кто-то так же красиво подставил его, убедив, что решение пройдет без проблем на фоне зеленки и кефира. Но про стрельбу не забывайте. Посмотрите, сначала полная уверенность. Субтитры сделал DimaTorzok Пропозицию принято. 28 за, 4 против, 1 утримался. 6 не усувало. Дякую. Будь ласка, есть еще за уважение о пропозиции, еще до кислородного персонального спорта? Я прошу перед тем, как начать процедуру, дать мне 5 минут по проекту решения. Будь ласка. Хорошо, что дал слово. Ведь мог бы и гранату бросить. Добрый день, уважаемые депутаты, присутствующие и представители СМИ. Но снимают секретаря городского совета у нас, наверное, не каждый день. Поэтому я хотел бы здесь, сейчас и сегодня сказать по своему субъективному мнению, какие причины способствовали появлению этого проекта решения. Я хочу, чтобы есть у нас интернет, есть у нас фейсбук, где одни и те же люди под ботами, под никами, под троллями начинают навязывать какие-то свои точки зрения. Я принципиально не участвую в этом обсуждении. Я думаю, каждая из СМИ газеток донесет мою точку зрения. Опять же, подчеркиваю, это мое. Ну, проекты решения есть же у депутатов? Супроводжевальные записки есть? Я буквально, ну, два слова по супроводжевальной записке. Я понимаю, для того, чтобы вынести решение, нужны, ну, какие-то, ну, предлог. Почему? Не просто штат на ровном месте. Ну, тут вот из таких основных претензий ко мне, как к секретарю совета, выглянуто то, что в чесенном зале 27 апреля, 4 мая, было сорвано сессии городского совета, что привело неналежно к организации секретарем ради, подготовке сессии ради, питань, что вносятся на ее разговор, та недостатненькое сопротивление депутатам ради в действительности их повноважения. Ну, смотрите, можно, конечно, серьезно относиться к этому обвинению, ну, я думаю, то, что произошло 27 и 4 мая, ну, от секретаря совета, наверное, не зависело. Потом действует бездействие секретаря Минской Ради по оприлюднению проектов решений, по финансованию зоны спостережения, ну, и других нормативных актов тут иде. Опять же, ну, я не согласен с этим, и тот, кто готовил это, я уверен, он знает, как работает, допустим, структура вынесения, оприлюднения, проектов решений. У нас каждый распорядник бюджетных пошти по оприлюдния самостивно. Аппарат совета, который готовит для Андрея Петровича распоряжение по сессии, выбирает все решения, которые прошли 20 дней, которые не прошли 20 дней, и уже идет обсуждение с городским головой, насколько какой вопрос необходим, и ставить его на голосование или нет. Ну, скажем так, так как очень часто вот эти вопросы по субвенции, именно по зоне спостережения, они приходят очень быстро, и для того, чтобы, вернее, они приходят уже там август-сентябрь, для того, чтобы успеть освоить эти деньги. Конечно, я считаю, тут правильная позиция и городского головы, и депутатов. Мы выносим его на обсуждение и принимаем. Поэтому, ну, ставить здесь вину секретарю совета, я считаю, помимо секретаря совета, работает еще и аппарат совета. Работают действительно девочки-профессионалы в этом деле. И поверьте, любые моменты, которые связаны с каким-то нарушением или несоответствием закона, они ставят это в известность и распорядники бюджетных коштев, и голов комиссий, и всех, кто к этому решению причастен. При этом, ну, обвинения я бы назвал не совсем правильными. Ну, тут вот еще такое обвинение. Секретарь мисковой ради не приделялась належной уваги в работе с депутатами о здействовании их повноважений, что производило допустимых складнощих. Ну, дальше продолжу. Скажите, я обращаюсь к каждому депутату. Поднимите руку. Кому я не дал внимания? Или кому я, ну, кому не оказал помощь в решении какой-то из проблем? Или в подготовке решений, или в личных вопросах? Поднимите, мы здесь все сидим. Ну, я тоже так думаю, что никто мне не может это упрекнуть. Ну, то, что дальше вот продолжается. Увы, решение пытания с регулирования земельных видностей. Слушайте, ну, секретарь совета и земельные видности. У нас есть отдел земельных, земельный отдел есть, у нас есть комиссия по земле депутатская постоянная. Ну, я думаю, человек, который это писал, он, может, просто не разбирается. Ну, дальше я вам скажу так. Вот интересный тоже вопрос. Я не хотел за него говорить, но я обязательно скажу. Значит, мне как секретарю совета предъявляют претензию к том, что инициативная группа, которая нами была утвержденная и работала по созданию общественного совета, убрала из рассмотрения заявление ОСББ. То есть, я, честно, не могу понять, каким образом секретарь совета мог влиять на работу инициативной группы. Мы ее создали, мы за нее проголосовали. Дальше она работает в автономном движении. У нее есть постанова 996, по которой она работает. Поэтому, опять же, я считаю, ну, не совсем аналогично. Ну, скажем так, здесь, в этом супровоживальной записке не хватает, наверное, действительно, ну, правильного обвинения в мой адрес. Я иногда езжу непристегнутый в машину. Но вот у меня такое мнение. Опять же, согласно статье 50 закона Украины, для того, чтобы снять секретаря совета, поменять его, не нужны никакие основания. Это только видение Рады. Поэтому, если Андрей Петрович подготовил это решение, Рада его рассмотрит, и она примет решение. Если я ее не устраиваю, Рада меня переизберет. Ну, как бы, это одна часть. Я вам скажу, есть, опять же, на мой взгляд, основные такие, ну, наверное, две причины. Я сразу повторяюсь. Я уважаю городского голову. Это легитимно выбранный мэр города. Его выбрали люди. Когда еще год назад начинались вот эти все движения по собиранию подписей, по отставке городского головы, была пресс-конференция. мне ставили в упрек то, что я являюсь секретарем совета, способствую всем этим движениям для того, чтобы сняли мэра, и я остался в уклонующем обоиске. Значит, я тогда заявлял и заявляю сейчас, никакого участия ни в каких организациях, ни в каких движениях, которые были направлены по дискриминации и снятию городского головы я не участвовал. Если у кого-то есть какие-то прямые доказательства или непрямые в том, что я это делал, я прошу сказать это здесь. Я считаю, оценку городскому голове может дать только избиратели и только на выбор. Никого не надо снимать, никому не надо мешать работать. Я считаю, Андрей Петрович далеко не глупый человек. у него хорошее образование. Но есть команда, есть окружение, которому ну, наверное, это правильно, должен доверять городской голова. Ну, я уверен, вот такое мнение о том, что я здесь сижу только для того, чтобы когда-то ушел городской голова и я остался выполненщим, я думаю, ему это просто навязали это мнение. Ну, он с этим наверное согласился. я вам скажу, любой городской голова, это его желание и право, тут, наверное, каждый бы на месте Андрея Петровича так думал и делал, хочет видеть секретаря совета своим продолжением, своим единомышленникам и полной поддержкой везде. но, к сожалению, в нашем случае с Андреем Петровичем этого не получилось. У нас расходятся на многие вопросы в управлении города по решению определенных каких-то проблем мнения у нас расходятся. И, ну, как на мой взгляд, ну, это нормально, это конструктивно. Мне многие там закидывали, вот ты сидишь рядом на сессии, ты сидишь молчишь, значит ты со всем согласен. Ну, во-первых, есть какая-то субординация. Для меня Андрей Петрович еще сегодня это руководитель. Есть структура, есть закон и это надо уважать. И, знаете, устраивать здесь истерики рядом с руководителем, ну, это, наверное, не совсем правильно. Поэтому, я думаю, Андрей Петрович не даст собрать. Мы очень часто и по многим вопросам с ним спорим. И я пытаюсь доказать свою зрение. Ну, может быть, когда-то у меня получается, когда-то у меня не получается, но это происходит все в кабинете, в конструктиве. Я посещаю, практически все стараюсь посещать депутатские комиссии. Депутаты не дадут обмануть. я выступаю там открыто. Если я не согласен, если я против какого-то решения, я это говорю, я это не стесняюсь. Но если уже там принято решение, ну, сессионный зал, ну, мне кажется, выносить это неправильно и некорректно. Ну, как бы, это, наверное, первая причина, по которой городской голова выносит это решение. Я вам скажу, у нас очень большие споры были по таким вопросам, как местные налоги. Это в программе децентрализации центральная власть нам дала право депутатами местных самоуправлений утверждать налоги на местах. Это был 16-й год, я был против этого, потому что в такое время, когда ужасный кризис в бизнесе, люди, допустим, налог на недвижимость, нет бизнеса сейчас, люди закрыты, но недвижимость есть, мы их обложили налогом, я с этим был не согласен. Может быть, я не прав, может быть, бюджет города гораздо важнее, но это было мое мнение. По децентрализации отопления, за один год его делать было очень тяжело, но у Андрея Петровича это получилось, тут я ничего не скажу, но уже в 15-м году, я еще будучи головой комиссии депутатской по УЖКХ, мы общались на заседаниях, еще три года был тогда начальником теплосети, с Андреем Петровичем, с заместителем по УЖКХ, о том, что я им говорил, ребята, теплосеть это уже труп, это мама мертвая, которую мы тянем за холод, поэтому давайте уже сегодня принимать какие-то решения, к сожалению, 16-й год был упущен, в 17-м году мы делали все в авральном режиме, но справились, тут отдать должное Андрею Петровичу я ничего сказать не могу, так же само по тому же карантину, да, ну пришел карантин в город, но я предлагал, давайте сделаем, ограничим эти две улицы, не надо на весь город сразу делать карантин, вышло дальше, объявили по всему городу, ну тоже как бы меня не услышали, скажите роспуск спосторожной рады, ну логика где, мы ее с вами создали, статутик было положение и спустя там полгода мы же ее распускаем, я тоже был против, может быть я что-то не понимаю, вывод членов исполкома из исполкома города, Журавлев, Тульчинский, Тарасюк, скажите, мы с вами за них голосовали и уже спустя там год мы их убираем, за шоу, что делали эти люди не так, может быть кому-то не нравится Журавлев, Тульчинский или Тарасюк, ну логически я этого не понял, ну скажем, извините, я заканчиваю, да, ну и по общественному совету то, что сейчас происходит, ну как бы мое глубокое убеждение, если были нарушены чьи-то права, это надо было заходить в суд и в судебном порядке решать эти вопросы, я опять же настаивал на этом и я считаю неправильно, что мы это завели в сессионный зал и депутаты должны заменять роль судей, ну и вторая причина, я тоже ее проговорю, нравится это кому-то или нет, но я ее скажу, значит, опять же, городской голова принял такое решение, ну вернее, ему, наверное, убедили его в этом, в том, что в 2020 году Союз это основной конкурент на выборах мэра, я хочу обратиться ко всем, кто это говорил и кто это думал, не надо за меня расписываться, я никуда не решил еще идти, я нигде это не озвучивал, и когда это говорится за меня, это меня компрометирует, я понимаю, что такое мэр, я работаю с Андреем Петровичем, меня вижу, это огромная ответственность, это очень тяжелый труд, скажем так, я в этом городе родился, вырос, живу, моя семья здесь и для себя я понимаю, ну, проговорить можно, пошел, не справился, шел, как потом жить в этом городе, как людям стоить, поэтому давайте за меня не расписываться, я никуда пока не собираюсь, что будет через два года, никто не знает, ну, это, наверное, основные такие причины, если ко мне есть какие-то вопросы или у СМИ, я готов ответить или сейчас, или потом, то, наверное, пресс-конференцию, да? Так правильно? Нет вопросов? Брла, спасибо. Говорит о пресс-конференции, надеется услышать прощальную Саюка и, видимо, говорит о своей победной. Я рассказал бы, ой, что бы он нам нарассказывал. Александр Иванович, что бы он ввести дискуссию, у меня не право, я его реализовываю сегодня. По останней фразе, что бы выборы, года, два с половиной года, и еще не понимаю, пойду я или Александр Иванович, время покажет, у нас в зале как минимум пять кандидатов, меры, как минимум, да, поэтому загадывать, мабуть, рано, жизнь покаже. У меня есть позиция, я ее, вибачьте, в данном выводе маю право реализовывать. Будь ласка, ну а поста дискуссировать не буду, пресс-конференцию я сберу торг, ее будем теж дискуссувати. Будь ласка, шановые депутаты, для организацій проведения таємного авансования пить на убрат причину комиси. Будь ласка, дисфракции. Решение не прошло. Позор. Это хуже зеленки. Посмотрим, какие будут теперь пресс-конференции. Дальше будет. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok.